На Псалом 13 «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога!» Когда оскорбляется господин, добрый раб, из чувства преданности ему негодует. Точно так же, когда отвергается Бог, Пророк Божий вразумляет безумного, говоря то, что ты слышал. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога!» Как раб, преданный господин, узнав, что с арабы его отвергает своего господина, по чувству преданности спешит уладить дело и или собственными руками наказывает дерзкого, или бесславит его, делая для всех ненавистным, или для вразумления и устрашения других доносит господину и старается, чтобы он понес жесточайшее наказание. Одним словом, вооружается против возмутителя, как против настоящего врага. Так и Пророк, узнав, что Создатель бесчестится тварью, что горшечник оскорбляется брением, и Бог отвергается безбожным, и, будучи поражен в самое сердце от нестерпимой боли, восклицает, сказал безумец в сердце своем, «Нет Бога!» Посмотри, какое строгое соответствие с предыдущим столом! После того, как там с неудовольствием говорил салмопевец, «Доколи, Господи, будешь забывать меня в конец, доколи будешь скрывать лицо твое от меня, немного спустя, доколи будет возноситься враг мой, то есть безумный, утверждающий, что нет Бога, потому что возносящийся перед Богом, тем более будет возноситься перед пророками Божьими, и гордящийся перед Господом, будет гордиться перед рабами своими, и, будучи спрошен, почему он терпит болезни в сердце в своем день и ночь, он отвечает следующими словами, «Почему я болею сердцем?» «Потому что сказал безумец в сердце своем!» «Нет Бога!» «Самое общение с безбожником я принимаю за отвращение от меня Бога!» «Мне приходится жить с безбожником, и я считаю это знаком того, что Бог забыл меня, потому что нечести безбожных есть огорчение и мучение для святого!» «Так и о Павле сказано, когда же он был в Афинах, ожидая Тимофея, спутников его, то возмутился духом, видя город, полный идолов!» «Почему нечестивые живут?» «Говорит Иов 21.7. Исторически же известно, что этот псалом произнесен Давидом о Сауле, по поводу его чревовещательства, равно как псалом 52, с тем же самым содержанием относится к доику. Сказал безумный Саул, «Найдите мне женщину-волшебницу!» Первое Саул, 28.7. Он делает со вторым Адамом, обольщаемым женщиной, и говорит ей, «Поволхвуй мне!» «Поворажи, вызови!» Оставив пророчество, он низвергается к провисанию. Сказал безумный Саул, «Нет Бога!» «Будем остерегать все, братья, чтобы нам не потерпеть крушение, подобно безумному, исповедуя Бога на словах и отвергаясь его делами, называя его благим и милостивым, но не оказывая милости ни больному, ни бедному, ни притесняемому. Что можно отрицать Бога не только словами, но и делами, и, нося имя христианина, говорит точно та же, как и безумный. Сказал безумный, об этом свидетельствует апостол. Говорят, «Так Бога исповедует устами, а делами отвергается его». Тит 1,16 «Насколько дела сильнее слов в отношении убедительности, настолько тяжелее отвергать Бога на деле, чем отрицать его устами или сердце», сказал безумный Саул. «А говорящий устами, «Возлюблю тебя, Господи, и сердце ненавидящий брата своего, как он любит Бога!» Оказывая сослушникам его слов, «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Господь говорит, «Если кто любит меня, соблюдет слово мое, значит, кто не соблюдает, тот не любит». Устами называют Бога, а в сердце своем говорит, «Нет Бога!» «Свидетель Господь, говорящий, люди сии устами своими чтут меня, сердце своих далеко отстоит от меня». Сказал безумный, в сердце своем, «Нет Бога!» что тот, кто ненавидит брата своего и Бога ненавидит, хотя бы устами вздывал и кричал, что любит Бога, об этом говорит евангелист Иоанн в послании. Если кто говорит, что «люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. «Ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» 1 Иоанн 4,20 «Итак, когда такой человек признает Бога на словах, не отрекаясь явно, он кует нечестие в сердце. Сказал безумный, в сердце своем, «Нет Бога!» Подтверждая эту мысль, пророк ниже и говорит. Стих 4 «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ, мы как едят хлеб, и не призывающие Господа?» Бога исповедуют и признают, но так как делами отверглись Его, то призывая, не призвали. Сам Господь сказал, «Что меня зовете, Господи, Господи, и не делайте, что я говорю?» «Всякий согрешающий не познал Бога», говорит Иоанн. Когда добродетель изгоняется грехом, падает вместе с тем и благочестие, существование которого зависит от отсутствия греха. 620 «Так поступали дети Илья, сыны погибели, не знавшие Господа, не в том смысле, чтобы отрицали его устами, но в том, что свои постыдные дела совершали в Скинии. Так и ростовщики, не знают Бога. А он говорит, «Коварствуют, приучились лгать, они отреклись от меня, говорит Господь». Иеремия 9,6 «Меня, сказавшему, если дашь серебро брату твоему, то не понуждая его, не накладывая лихвы, нет Бога». Как же то, что после Бога? Нет Бога. Как же то, что от Бога? Нет Бога. Как же всякий человеческий язык называет Бога? Неужели же все мириады людей ошибаются, утверждая бытие Божие, а безумный один только считает себя правым, оставаясь одиноким в своей лжи? И пять или семь свидетельств, желающие оспаривать в завещаниях, как только дело пристанет на суд истины, изобличается сопоставлением. Как же вселенная из их всех народов мира желает опровергать один безумец? Не жалок ли в самом деле он, и не бессмысленнее ли он самого себя? Безумен он уже потому, что отвергает Бога, и еще более безумен, потому, что бесстыден. Ведь хотя у различных народов вселенной образовались различные понятия Боги, однако самого основания имени никто не колебал. Сказал безумец в сердце своем нет Бога, нет основания, а как стоит здание? Нет дна, на чем держится судно? Нет кораблестроителя, а как строится корабль? Нет строителя, а как же дом? Нет зодичьего, а кто устроил город? Нет земледельца, а как поля приносят жатву? Нет музыканта, а откуда является гармония на лире мира? Нет промыслителя, а как все подчиняется промыслу? Нет возницы, а как движутся колесницы четырех стихий? Нет воятеля, а как люди, как живые извояния наполняют мир? Нет делателя сводов, а кто раскинул над тобой свод небес? Нет золотые белмастеры, а кто положил перед тобой на небе солнце, как будто блюдо чистого золота на столе? Нет устроителя светильников, а кто как серебряную лампаду дал тебе луну ночью? Нет светодавца, а кто дал тебе светило, служащее источником света и сияния? Нет единого творящего светило великие, а кто дал тебе блеск звезд в высоте, как говорит пророк, сотворившем светило великое, солнце для указания дня освещения и луну для ночи. Нет создателя, а как красота создания свидетельствует о созданиях, ибо от величества и красоты создания сравнительно познается виновник создания. «Сказал безумец сердца своем нет Бога». Премудрости 13.5 «Все, что бывает в мире и делается и производится, имеет установителя и совершителя, и только мир не имеет управителя. Если нет Бога, что ты делаешь в его владениях? Ты остаешься в доме Божьем и не признаешь его хозяина? Или будь благодарен за жилище или уходи из дому». «Зачем и дом позоришь, отрыгая хулу?» Безумцем псалмопевец называет здесь не лишившегося рассудка, помешанного или слабоумного, но человека, развращенного умом, не потерявшего прирожденного и общего всем человеческого рассудка, но утратившего одну из четырех добродетелей, разум, светильник души, царя помыслов, учителя прекрасного, о котором приточник говорит «Кто приобрел разум, тот любит душу свою». Притча 19.8. В другом месте говорит «Собирай премудрость, собирай разум, не забывай, разве поврежденному в главном начале, утратившему природный разум и окаменевшему умом, мог он сказать «Собирай премудрость, собирай разум». Конечно, утративший природный орган хотя бы и желал, не может приобретать премудрости. А что называемое здесь безумцем не был по природе лишен умственных дарований, обратив внимание, как он был силен в сообразительности, нет Бога. Он не сказал языком, не разболтал устами, но скрыл зло в сердце, потому что знал, что сказавший это вслух, он подвергнется опасности, так как в то время хуливший Бога или отрицавший его побивался камнями, чему свидетельно вуфей, осужденный за богохульство. Чтобы не подвергнув этой участи, злоумный запечатлел свое безбожие сердце, сделал свое сердце храмом нечестие, и сказал безумный сердце своем нет Бога. Если бы он был скудоумен или же он разума по природе, и сказал бы это не в сердце, только наилустам и нет Бога, то ни от Бога, ни от людей не подвергся бы он опасности, потому что если нередко царь, возница вселенной, оскорбляемой безумным и глупым, снисходит, будучи милости по природе. Конечно, не под влиянием гнева, но тем более, когда богохульствует безумный по природе, ни Бог, ни человек не вооружается против него, но снисходит ему, как человеку, болтающему взор. Поэтому и одержимые бесами или беснующиеся за хулу не осуждаются. 621 И всякий чтитель многобожия говорит нет Бога, потому что как при многомужии, ибо пять мужей ты имела, и тот, которого имеешь, не муж тебе, так и многобожие безбожно. В введении многих богов есть отрицание единого Бога, и что многобожники называются безбожниками, послушай, что пишет об этом апостол. Послание к ищесисянам. Когда язычники мы были, что оставались без Христа, будучи отчуждены жизни народа Израилева, и не имели надежды, но были безбожниками в мире. Какие же безбожники ищесисяне? Оттуда идолы, там статуи, здесь блестительница храма Артемида, здесь Дмитрий Серебраковач, делающий золотые капища Артемиды. Такое множество богов, и как же после этого ищесисяне не безбожны. Да, именно потому и безбожны, что избравши себе многих богов, отпали от единого. Сказал безумец в сердце своем, нет бога. От первого безумного это безумие перешло уже к его ученикам. Первый безумец дьявол, он первый распространитель безумия, первый вестник безбожия. Будете как боги, говоря о многих богах, он отвергнул единого. Безумный народ иудейский, в безумии он поносил имя господнее, говоря о Христе, что он не бог. Если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина прикасается к нему, ибо она есть грешница. Не признававши его пророком, как могли признать его богом? Кто может оставлять грехи, кроме одного бога? Христос же, что вы помышляете в сердцах ваших? Сказал безумец в сердце своем нет бога, везде есть бог, а в сердце безумного его нет. Так говорил бог в синагоге. Всего ради не принял меня в ум твой, но отверг меня назад от тебя. Первый безумный породивший безумие из самого себя дьявол, потому что будучи безумным, затеял безумное дело, а змей был даже мудрейший. Третье царство 14.9 Исаия 57.11 И чего он захотел? Захотел быть равным богу, говоря, поставлю престол мой выше звезд, буду подобен Всевышнему. Отверг имя Бог и употребил название Вышний, стыдясь назвать того, которого не признавал. Так и всякий ярый ерекик во время гонения беседы с епископом не называет его ни архиереем, ни архиепископом, ни благочестивым, ни святым, но как? Твоя честность, твоя благоразумность, твоя рассудительность, твоя справедливость и другие общие имена к нему прилагает, избегая имени свойственного его сану. Так именно и дьявол поступил тогда по отношению к Богу. Буду подобен Всевышнему, не Богу, но Всевышнему. И заметь, прошу, каким точным обвинителем дьявола является здесь пророк. Сказал безумец сердце своем. Не сказал, говорит, но уже сказал. Однажды осмелился и сказал. А после того, как сказал, это был низвернут, как возмутитель с неба. Не решается уже более говорить этого сам. После того, как однажды только сказал, поставлю престол мой высший звезд, буду подобен Всевышнему. И отвергая Бога, попробовал быть Богом, низвинутый свыше и внизу попираемой людьми, более же не держал сказать нет Бога, называет Бога притворно и прикровенно. Что сказал Бог, чтобы не ели ни от какого дерева? Знаю тебя, кто ты святый Божий, си человеки рабы Бога Всевышнего. И так однажды высказав безбожную мысль, более уже не решался выразить ее, потому что знал, что потерпел за то. Не говорит безумный, но сказал безумец в сердце своем нет Бога. Не говорит уже этого непосредственно и сам по себе, но сказал в сердце своем и говорит через всякого нечестивого человека, подобного ему умом и сердцем. Сказал через фараона «Не знаю Господа». Исход 5.2 И бездну морскую сделал его могилою. Сказал через сынахерима Асирийского, что изекий Бог не может изъять из руки моей. И предал его на заклание в руки сыновей его. Сказал через навуходоносора трем отрокам. Это есть Бог, тот ли, который возьмет вас из руки моей, спасет. Данила 3.15 И могущественнейший из людей унизился до поедания травы подобно валу, чтобы научиться, что познал вал хозяина своего. А он отверг. Иуду, отвергнувши бытие Бога, погубил дьявол петлей, заставив его предать Бога как человека. Дьявол же уже вложил сердце Иуду, чтобы предать его. Сказал безумие сердца своем «Нет Бога». Ведь если бы называл его тогда Богом, не предал бы нас смерть и не научил бы иудеев богоубийству, так как он убедил их, что Иисус не есть Бог, а этого не знаем, откуда он. Иоанна 9.29.623 Все они предприняли невозможно и потому были преданы погибели. Пророк со скорбью говорит «Раслились и омерзели в делах своих». Псалом 13.1 Научившись от дьявола они испытали его участь «Так как тот с небес, так эти были низвернуты с савских престолов. Кому кто следует, того и участь разделяет. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добра, потому что поставили тление против нетленного и изменили славу нетленного Бога в образ и подобие тленному человеку. не только развратились люди в уме своем, совершили гнусные дела. Почему? Потому что водворили нечестие в храме сердца свое, как мерзость запустения. Почему? Потому что то, чего не установила природа, то изобрело злое расположение. Расплились, как фараон и навуходоносор. Развратились, потому что израненные, разлагающиеся, смерзящие, стекающие кровью, не искали врача. Сделали гнусные дела, мерзкими сделали, сваляясь в грехах, как свиньи в грязи и как псы, возвращаясь на свою блевотину, потому что написано «мерзость грешнику благочестия и богочестия» Серахова 1.25. И так как они сделали мерзким свое богопознание, то и сами сделали мерзостью для чтителей Бога. Развратились, как одежда моли и как железо, разъедаемое ржавчиною. Совершили гнусные дела, как оскверняются от прикосновения к костям трупов и умирающих. Закон объявлял нечистым того, кто прикасался к трупу, в силу чего осквернился Иуда, постоянно осязавший Христа как мертвеца и не видевший его живым. «В погибели твоей Израиль, кто поможет тебе?» Осия 13.9 «Чтобы показать дали плоды нечестия и безбожия, псалмопевец прибавляет, и нет делающего добро». Кто отвергнул Бога, не признает промыслителя, тот, конечно, не принимает ни смерти, ни совершенства, ни воскресения, ни суда, ни воздаяния, и поэтому не делает ничего, ни доброго, ни хорошего. Как верно подданный подчиняется законам и распоряжениям царя и принявший сторону мятежника не исполняет царских повелений, так отрицающий Бога отвергается за поведей Божиих и делается бесполезным и вредным для общества. Нет делающего добро, ни ирод, избивающий невинных младенцев вихлиеми, ни иудей, называющий вильзевулом изгоняющего бесов, ни закон конник искуситель, ни гордый архиеврей, ни книжник отрицающий, ни фарисей высокомерный или ругающийся, ни садукей спорящий, ни иуда продающий и слуга заушающий, ни пилат осуждающий, ни народ кричащий «возьми, возьми, распни его!» ни солдаты связывающие, ни народ плеющий, наносящий побои тростью и пощечины, сплетающий терновые венки распинающие, дающие питье уксус и желчь, не делающего добро. Заметь тщательно, что это изречение исполнилось в особенности при распятии Христа. В самом деле, при Давиде, когда это говорилось, были делающие добро блаженные пророки, подвижники Давида, и во время рождения Христа были праведные, им лица, например, Иосифа, Захария, Симеона, а также апостолов, делающие благостыни, одни преклоняющиеся, другие принимающие в объятия. Только при кресте не было делающего добро. Не сказал также псалмопевец нет говорящего доброе, потому что сотни хоразбой не говорили о нем хорошее. Помяни мне, Господи, когда придешь в царство твое. Воистину, человек сей был Божий Сын. Не делающего добро, так как и ученики все оставившие его разбежались. Иоанн уходит ногой, Петр отрекается, ученики убегают, душу матери его Марии пронзает меч сомнения. Следовательно, при страдании никто не обнаружил плода любви. Не делающего влечая и того воина, который уже после его смерти пронзил копьем его ребро. Но почему, о, пророк, до пришествия своего во плоти, во человече, не призрел Господь, как врач болящего мира? Нет, призрел. Искал врач, хотел помочь, хотел исцелить, но никто не пожелал быть исцеленным. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделали равны непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Исполнилось пророчество. Правда с небес приникла от Отца Христос, истина от земли сияла от Девы Господь. Слышишь, что Господь с небес приник, не предполагая отложения божественной бестелесной природы или склонения, или преклонения колен, или кивания шеей, но познай его человеколюбие и снисхождение, и внимание. Хотя говорится о нем, что он имеет голову, или глаза, или уши, или рот, или руки, и что он восседает и не встает, но во всяком случае он не имеет членов частей тела и телодвижений. Следовательно, если он приникает, это не то значит, что он сам наклоняется, но что к нам человека любствует, а что с небес призрел, так это не значит, что в видимом небе он проделал окна и двери и открыл их при них, но что от небесных ликов, умных, бестелесных и бессмертных он обратил свое внимание на человечество 625 Как люди называются землей, земля ты и в землю пойдешь, и я есть земля и пепел, так и небом называется небесная сила, от которой Бога призрел на землю на человечество. Господь с небес на землю призрел, чтобы видеть, не для того только, чтобы увидеть, но для того, чтобы тогда спасти, не для того, чтобы узнать, но для того, чтобы помочь, чтобы принять, Как друга и возлюбить как праведного Чтобы сказать, как сказал Мою Тебя единого нашел я, увидел праведен вроде сем И чтобы видеться как верному Является же верующим в него, чтобы видеть Нет ли немощного ищущего врача Нет ли бедного народа из языков ищущего Христа Отчая сокровище видеть, если разумеющее делать добро Чтобы с ним, понимающим и разумным, побеседовать Или ищущий Бога, чтобы его найти Когда же увидели в пророке, что Господь с небес Призрел, приглашает его Недостаточно, Господи, только приникнуть тебе с неба, как ты приник Но и снизойди Господи, преклони небеса и сойди Приди, Сыне и Отче, изучи сознанное по образцу Твоему Потому что все уклонились, делались равно непотреблены Воинский стан людей весь по них перед врагом Из воинов и пророков никто не противостоит Приди, о царь, и вихи преклонятся перед Твоим достоинством Все оставили пути пророков Приди, о путь, и заблудившиеся возвратятся на правый путь Сказав уклонились, пророк показал, что по природе люди умели ходить прямо Но от злого произволения уклонились из-за блуждения По написанному в Экклесиасте Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы Экклесиасту 7.29 Все уклонились, как телята, носящиеся по лугу И сделались непотребными Как дырявые ведра Как мехи, дающие течь И ни на что более уже негодные И не понемногу, но все вместе Сделались равно непотребными Запутавшись все вместе в одной сети нечестия Если же уклонились, то очевидно, что по природе были правыми Потому что Бог, сотворивший человека, сотворил его правым А отнюдь не злым по природе И в другом месте Как изгарят места, и что всех нечестив их земли Словами Сделались равно непотребными Им показалось, что будучи по природе благопотребны Непотребными делались по собственной воле, помимо природы Итак, Господь с неба приник видеть Чтобы уклоняющиеся могли получить спасение Если покаются В противном же случае, продолжая грешить без раскаяния Произнесли бы осуждение самим себе А что именно для того Господь приникает И снисходит, и презирает Чтобы или спасти, или осудить Послушай его собственные слова Вопль содомский и гоморский велик он весьма И грех их тяжел он Сойду и посмотрю Точно ли поступают они так Каков вопль на них Восходит ко мне или нет Узнаю Садомляне все уклонились И сделали равно непотребными Поэтому не спал огонь с неба И как дрова истребил их Ни неритяне уклонились Но так как скоро обратились к покаянию То они сделались все вместе непотребными Но все вместе спаслись Видишь, как Господь презирает Или чтобы спасти, или чтобы погубить Поэтому и пророк Осия говорит 4.1.2 Слушайте слово Господне, сыны Израилевы Ибо суд у Господа жителями сей земли Потому что нет ни истины, ни милосердия Ни богопознания на земле Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство Крайне распространились И кровопролитие следует за кровопролитием Все уклонились Сделались равно непотребными Поэтому-то Господь с небес на землю приник Как приник? Или потрясая все Или посылая грома Или устрашая и обнаружив свое негодование Презирает на землю И она трясется Господь преклонился с неба на землю Чтобы увидела земля То есть собственно человечество Негодующего владыку и перестало грешить Так именно бывает Когда внизу во дворе или на улице Неистово бесчинствуют слуги И Господин или царь преклоняется Свыше, чтобы увидевшие его Слуги испугались и успокоились Точно так же Когда вся земля устремляется к нечестию Господь приникает с неба на землю Чтобы устрашенная земля успокоилась от грехов Об этом свидетельствует пророк Земля убоялась и умолкла Когда восстал на суд Господь И после того, как сказал Все уклонились Выражение «все» часто означает большую часть Как, например, «все меня оставили» 2 Тимофея 4.16 Хотя на самом деле близкие ученики Павла Не оставили его Чтобы показать всеобщее крушение мира Прибавляет Нет делающего добро Нет ни одного От ног до головы От последнего нищего до вельможи Весь люд поражен болезнью Одного верного и праведного ищет Бог Как в халде Евраама в Содоме Лота Но одни не имеют ни веры, ни жизни Другие имеют истинную веру Но не имеют доброй жизни Бога исповедует, что знают А делами отвергается его А боги говорят много и громко А относительно добрых дел Предаются сну Нет делающего добро Нет ни одного А после того, как Бог приник с неба И негодовал на грешников Пророк научает нас Что не только приник, но и изрек с угрозою Нет и делающего Разумевающего 6.26 Что значит «разумевающего»? Что Господь есть Бог отмщения Разумеющего Что он является судьей живых и мертвых Разумеют, что воздаст каждому по делам его Не познали возразумления Уразумеют из наказания Так некогда подобное говорил Бог и о безбожных египтянах И увидят все египтяне, что я есть Господь Когда прославлюсь фараоне в колесницах его Исход 14.18 Уразумеют тогда, когда от познаний Не получат уже никакой пользы Когда, преследуя колесницами Будут покрыты волнами Или можно читать отрицательно Не разумеют все делающие беззаконие Чего же не разумеют? Того, что Господь приник с неба на землю Чего не уразумеют? Того, что Он негодует на поступающих дурно Как не разумеют? Не пожелают узнать путей Божиих Средители этого Иова утверждающие Говорят нечестивые Господу Отойди от нас, не желаем знать путей Твоих 21.14 Именно потому, что делают беззаконие Они не захотят знать законов Божиих И теперь бывают войны, болезни и землетрясения Но многие не приходят в сознание грехов И не вразумляются постигающими их бедствиями Чего они уразумеют? Воли Божией Его обещаний Небесных благ Сокровища Божия Рая сладости Вечной жизни Не уразумеют все делающие беззаконие Иудеи, что законодатели Господь славы Ими растет Если бы уразумели То не растяли бы Господа славы 1 Коринфянам 2.8 И это они Седающие народ, но как едят хлеб И зависти ищущие смерти верных Не сказано поедающие, но съедающие, пожирающие Злее хищных зверей Звери, вкусившие человеческой плоти, скоро оставляют, стыдясь неприятной пищи Злые же и завистливые люди, всегда пожирая, не насыщаются обидами верных Будем, братья, осторожны Чтобы, оскорбляя и оклеветывая Единоверных Нам не оказаться беззаконными Не разумеют, не разумеют, делающие беззаконие Еретикили или единоверцы, пожирающие народ мой Что и единоверцы, пожирает единоверцев, говорит апостол Если будете угрызать и съедать друг друга, берегите, чтобы не были истреблены Галатам 5.15 Сравнив поедающих народ с чужими народами, сирийцами и еленами Исаия говорит Наведу Сирию от востока солнца и филистимлян от западе солнца И будут пожирать Израиля полным ртом Исаия 9.12 Впрочем, хотя бы за грехи наши мы были пожираемы врагами, как львами Но по мере нашего благочестия перед Богом мы получим облегчение Послушай, что говорит Иеремия Свят Господь Израиль, и все поедающие его согрешат Зло я на виду на них, говорит Господь 2.3 Притом пожирающие согрешивших сами согрешали тяжелее поедаемых Поражая свыше намерения Господнего Народ, как сказал о нем Бог Я отдал в руку твою, а ты же не оказал ему милости И в другом месте Ибо когда я прогневался, они усилили зло Захария 1.15 И что за грехи народ Божий поедается врагами Божьими, говорит Иеремия Израиль, рассеянное стадо, львы разогнали его 50.17 Сначала пожрал его царя Сирийский А потом царь Вавилонский сокрушил его кости Но если бы не заблудились, как овцы, не были бы поедаемы львами Подумай, что я говорю Съедающий народ мой, как едят хлеб И не призывающий Господа Если бы даже захотели призвать Как приносящий Богу что-нибудь добытое грабежом Ничего не приносит в действительности Потому что Бог не принимает такого приношения Так и пожирающие брата, призывая Господа, не призывают Или можно сказать Не призывающие Господа Вместо того, чтобы сказать Христом не признаны за христиан Так как они вооружились против Христа И не послушали сказавшего Исповедайтесь Господу и призывайте имя Его Однако, хотя напали, как звери Но таму боятся страха, где нет страха Как львы были они смелы И оказались пугливыми, как зайцы Сказанное пророкам относится их боязливым во время гонений Потому что, слыша Бойтесь не убивающих тела Но души немогущих убить И не бойтесь поношения человеческого Исайя 51.7 Они убоялись страхом, где нет страха Не страшась Бога, они убоялись людей Убоялись нечестивые страха, когда увидели, что Бог помогает благочестивым Будучи же спрошен, почему убоялись страха нечестивые Пророк отвечает Ибо Бог вроде праведных Как полководец среди солдат и царь в Сенате Так Господь вроде праведных Господь сказавший Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их Если же Он приходит в среду двух или трех святых Тем более находится Он в роде праведных Где мирная жизнь Где беспечальное житие Где бессмертный покой Неокончаемое, неждеваемое наследие Нескончаемое царство В которое Христос призывает Говоря Приидите благословенный отца Моего Наследуйте уготованное вам царство Ибо Бог вроде праведных Стих шестой Вы посмеялись над мыслью нищего Что Господь упование его Потому что сказано Кроме Бога не бойся другого Обретает Господь Иерусалим Говоря Кто сей Что ты убоялся человека смертного Это было сказано От относительно Синахирима и Рапсава Писайя 51-12 Которые сошли народ Божий Ликода Лимом И презрели Господа Которого не признали Не призвали И хотя ни один человек не гнал их Они обратились в бегство Потому что Господь всех их нашел нечестивыми Как бы приникнув с неба Они отнеслись презрительно к езекии Как слабому человеку И к роду благочестивых им управляемых Которые он праведно пас Советом же назвал здесь пророк Твердую уверенность в Боге Или иначе Как при договоре нужно смотреть не на лица Так относительно Советов Должно обращать внимание не на власть Или преимущество Но на ум Между тем иудеи старались посрамить Совет Спасителя Считая его каким-то нищим А не самим богатством Божества Они отвергали и учения его И чудеса Как не божественное И случайное Посему и говорит Кто даст спасение Израилю Когда Господь возвратит пленение людей своих Возрадуется Яков И возвеселится Израиль Когда все уклонились от него Тогда была уже нужда в том Кто может отпустить грехи и спасти Сказано от Сиона Потому что он был из племени Давидова Согласно тому, что от Сиона придет избавитель Исаия 59.20 И от Сиона благолепие его Псалом 49.2 И ты можешь сказать Из горнего Сиона Как и надежда наше из Царства Небесное Когда народы спасаются Истинный Израиль Праведный и пророки торжествует Радуясь вместе с нами Исполнение их пророчества И Симеон Назвав Спасителя Светло откровение народов Прибавляет и славу людей твоих Израиля В плену находится душа Своим нерадением Преданная во власть греха и дьявола И отпавшая от добродетели Возвратится же она посредством покаяния Получив прощение грехов Которые уготовал Христос на кресте Один и тот же называется здесь Иаковом Потому что имеет за пять страсти И торжествовать победу Над действующими в них силами А Израилем Потому что очистившись Увидит Бога А видит Бога ум Может быть кроме пророчества о Христе Пророк выражает здесь и желание Чтобы плененные десять колен Были освобождены Как Иерусалим был освобожден от осады Тогда возрадуются и сами именуемые Иаковом и Израилем Да будет же, чтобы все мы После жизни спокойной, счастливой и безмятежной Достигли Царства Небесного Благодати Христа Которому подобает слава и держава Ныне и пресно и во веки веков Аминь